Девушки отдыхают Если вы используете кусковое мыло, то для новорожденных необходимо использовать мыло, которое белое по цвету, либо слабо-желтого цвета. Такое мыло содержит в себе экстракты либо череды, либо чистотела, либо ромашки, либо алоэ веры. Обращайте внимание на маркировку, которая обязательно имеется на упаковке жидкого мыла. Дело в том, что некоторое детское мыло жидкое может быть либо ярко-желтого, ярко-синего или ярко-зеленого цвета. Это мыло содержит достаточно сильные одушки и красители, которые могут быть аллергичными для новорожденных детей. Поэтому такое мыло используется обычно для детей более старшего возраста. Для новорожденных детей на таком жидком мыле, который используется именно для новорожденных детей, имеется маркировка от нуля или с рождения. И такое мыло по цвету обычно либо вообще бесцветное, либо белое, либо слабо-желтого цвета. И в его составе также содержится экстракт ромашки, череды, чистотела или алоэ веры. Итак, как жидкое, так и кусковое мыло одинаково нежно заботится о коже вашего новорожденного ребенка. Но все-таки из гигиенических соображений более удобным является жидкое мыло. Дело в том, что при использовании кускового мыла, когда вы его смочили водой, Эта вода стекает с мыла, потом скапливается в мыльнице, и кусок мыла плавает в этом мыле. Со временем оно становится мягким, тает. Зачастую на поверхности мыла остается пина. Так вот, та вода, в которой плавает кусок мыла, и пина на поверхности куска мыла является прекрасной средой для роста бактерий. Поэтому такое мыло может быть даже небезопасным для вашего малыша. Жидкое мыло, учитывая то, что используется дозатор, оно лишено этих недостатков. Кроме того, это делает использование такого мыла более удобным. Как часто нужно использовать мыло во время купания и подмывания ребенка? Если ребенок только обсекался, то вполне достаточно обработать кожу влажными салфетками. Если ребенок покапал, то, конечно, также для вашего удобства лучше кал снять с кожи с помощью влажных салфеток, а потом подмыть ребенка с помощью мыла. С использованием мыла. Купать ребенка необходимо, новорожденного ребенка, необходимо купать каждый день. Но с мылом достаточно его купать два раза в неделю. Какое же мыло ему нужно использовать? Как я уже сказала, это мыло может быть с экстрактами ромашки, чередой, чистотелой или алоэ верой. Так вот, если кожа у вашего малыша достаточно здорова, она спокойная, она не имеет никаких проблем, то можно использовать мыло с экстрактом ромашки или алоэ верой. Если на коже у ребенка имеются какие-то проблемы, это могут быть апреллости, потниться, мокнуть себе выраженные, это могут быть какие-то аллергические элементы или гноничковые элементы, то в этом случае лучше использовать мыло с экстрактом череды или чистотелом. Субтитры создавал DimaTorzok